Привет, друзья! Лето пролетело и пришла осень, а вместе с ней наши любимые овощи. Капуста, свекла, морковь. Сегодня я приготовлю очень вкусный салат из капусты со свеклой на зиму. Этот рецепт у нас в семье называется палочка-выручалочка, ведь он готовится просто, получается невероятно вкусно. Все ингредиенты и количество пропишу под видео, заходите, смотрите и конечно же готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для начала беру большую миску и начинаю соединять все овощи. Мелкорезанную капусту, морковь я потерла на терке для корейской моркови, репчатый лук нарезаю тонкими полукольцами и сюда же добавляю свеклу. Я ее потерла, на терке для корейской моркови. Всыпаю одну столовую ложку соли с горкой, одну столовую ложку сахара без горки, одну столовую ложку приправы для корейской моркови и черный перец горошком, примерно 5-6 штук. Также добавляю сладкую молотую паприку, одну чайную ложку, черный молотый перец по вкусу, а также я сюда добавляю немного острого жгучего перца. Далее вливаю 60 миллилитров растительного масла, 50 миллилитров 9 процентного уксуса, одеваю перчатки и начинаю все овощи перемешивать руками. Перемешиваю интенсивно, чтобы капуста, свекла пустили сок. Перемешанные овощи оставляю, чтобы они постояли ровно 1 час. Ну что, прошел у меня час. Как видите, овощи пустили много сока. Это очень хорошо. Они осели и уменьшились в объеме. Беру банки. Банки я всегда мою для этого рецепта содой, высушиваю, а крышки заливаю кипятком на 5 минут. Готовыми овощами заполняю банки плотно до самого верха. В итоге у меня получилось 3 баночки по 0,5 литра и небольшая салатница. Оставшийся сок разливаю по банкам. Банки прикрываю крышками и отправляю их стерилизоваться в кастрюлю. На дно кастрюли кладу салфетку, баночки заливаю водой. Заливать можно холодной или теплой, здесь не имеет никакой разницы. И стерилизую их с момента закипания воды в кастрюле 20 минут. Через 20 минут банки достаю, закрываю крышками и обязательно укрываю одеялом или пледом. И оставляю в таком состоянии до полного остывания. Приготовьте, вам такой салат обязательно понравится. Он получается сочный, хрустящий, а готовится проще простого. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также подпишитесь на мой второй канал и заходите в группы.